Именно с этого видео все и началось. Несколько общественников сняли на камеру, как сотрудники госавтоинспекции якобы собирают с водителей фур деньги. И хотя в ролике нет ни одного кадра, где зафиксирована непосредственная передача купюр, руководство одесской милиции распорядилось провести служебное расследование. Я распорядился полностью сменить личный состав, который дежурил на этом посту. И, соответственно, не одно, а все смены, которые туда менялись, которые были закреплены за этим постом, мы их перевели на работу в сельские органы ГАИ по обслуживанию сельских районов на время разбирательства. А оттуда укомплектовали пост. Кроме того, начальник Одесского областного управления МВД дал приказ проверять на специальных весах все подозрительные грузовики. Перегруженные автомобили приносят непоправимый ущерб асфальтовому покрытию. И сейчас, по моему требованию, начался тотальный контроль над грузоперевозками. Автомобили останавливаются и предлагается взвешивание. На весовом комплексе, на котором работают сотрудники облафтодора, он сертифицирован в метрологии стандартизации. Вот тут-то и началось. За ночь при въезде в город скопилось больше сотни грузовиков. Многие водители отказывались взвешивать свои автомобили, обвиняя ГАИ и сотрудников облафтодора в том, что эти используют неточные весы. Скажите, пожалуйста, почему вы отказываетесь взвешивать свой груз? Ну, документов на весов немало. И все документы порядка. А что за документы, которые вам показали на весы? Документы показывали и метеорологическую службу, там, чеки, все. Но чеки на английском языке, когда с уровнем весов, видно. В результате грузовики почти полностью перекрыли автомобильное движение и создали огромную, более ста фур-пробку. Для того, чтобы ликвидировать ЧП, руководство областной милиции отпустило почти всех водителей без взвешивания. Но предупредили, теперь все фуры, подозреваемые в перегрузе, перед въездом в Одессу будут взвешиваться в обязательном порядке. Я принял решение отпустить полностью, разгрузить транспортные средства порционно до рассвета, до светлого время суток, чтобы не загружать магистраль, причем там сильный очень туман ночью был. Чтобы не создавать аварийность на автодороге киевской, я порционно разгрузил эту трассу. Но на посту Любашовка за 200 км от Одессы на въезде стоит пост ГАИ. Я дал команду всем автомобилям, проезжающим в сторону Одессы. Инспектор ГАИ при визуальном осмотре, если он определяет, что автомобиль теоретически перегружен, он останавливает водителя и просто его предупреждает, что впереди стоит весовой комплекс. Так что теперь водителям-дальнобойщикам, направляющимся в Одессу, лучше не перегружать фуры и соблюдать правила дорожного движения. Руслан Смещук, Константин Блужневский, телекомпания ТВ.